Доброе утро, моя семья, моя интернет-семья, а мы ждем дождика. Может быть, он будет, может быть, нет. Это не важно. Сейчас мы будем делать с вами, я считаю, что это одна из самых результативных масок. Причем очень быстрый результат, буквально 10 дней, и вы увидите обалденный результат этой маски. Поэтому запаситесь терпением. А я вам хочу сказать «Доброе утро, мои родные люди! Доброе утро всем тем, кого вы любите! Доброе утро и день пусть добрым будет! Дыши свободно и проживи в любви этот день!» Это не мои слова. Это слова Константина Меладзе, одного из нашего здесь рядышком Николаев с моим городом. Это наш, скажем так, бриллиант. И Вера Брежнева, но на самом деле она не Вера Брежнева, которая поет эту песенку, а эта девочка, второй наш бриллиант. Ну, в общем, очень мне нравятся бриллиантовые слова вот эти вот. Именно, что дыши свободно и проживи в любви этот день. Это чисто по-библейски. Больше свободы, чем у Бога, нету. Итак, вздохнём свободно и начнём. Первое, что нам нужно сделать, вот я уже засыпала в свою кофемолку, цельное зерно овсянки. Не овсяные хлопья, а цельное зерно. И вот из него мы будем делать сейчас муку. Сколько нужно? Всего лишь одну столовую ложку без верха. Так, сейчас, секундочку. Вы скажете, можно ли... Девочки, эту маску нужно делать каждый день. Десять дней. Каждый день свежую. Простите. Всё, готово. Готово. Извините за лишние звуки. Но вот она, моя мука. Следующий шаг. Это козий творог. Примерно десертную ложечку. Вот у меня уже такая ложечка десертная. Это козий творог. Кладём. И сразу же делаем такую массу. Дальше. Дальше, дорогие мои, нам нужно будет добавить масло. Вы можете добавить, какое вы хотите. Вот какое вам угодно для лица. Я люблю и авокадо, и всё. Но сейчас масло НИМ. Масло НИМ. Именно НИМ. Три буквы. НИМ. Оно изумительно действует. Одну крышечку я добавляю. Или пол чайной ложки. Масло НИМ. Про него, про это масло, у меня есть видео. И внизу я обязательно сделаю ссылочку. Обожаю это масло. Я о нём там подробно рассказываю. Всегда у меня есть в наличии масло НИМ. Так, у вас потихонечку получается вот такая вот масса. Дальше обязательно я добавляю токоферолу ацетат. То есть витамин Е. Витамин Е две капельки. Но, ну две или три, там как у вас получится. У меня вот получилось, может быть, три-четыре даже. Вот, и нам нужно всё-таки в тёмной комнате нанести, лечь и полежать. Потому что витамин Е, он не любит слишком сильного солнышка. На солнце нельзя выходить. Дальше. Мята. Что за мята? Эфирное масло мяты буквально одна капля. Очень мощно протонизирую. Сейчас, чтоб не больше. Больше капли нельзя. Вы скажете, вокруг глаз можно, я наношу эту маску вокруг глаз с огромным удовольствием. Но глаза надо будет закрыть, потому что, ну, кому-то будет неприятно. Так, дальше. Обязательно использую сегодня облепиху. Вообще распространено применение облепихи для лица. А, знаете как, это, это же средство от морщин, мощнейшее. Я вот в чесночницу кладу, мощнейшее. И смешивают, делают по-разному, даже делают смесь ягод. При вашем желании, в общем, как вы хотите. Прекрасно. Обычно наносят, знаете как, сначала замораживают, потом размораживают, потом кипятком. И я не знаю, что там потом остается, честно говоря. Я так не делаю. Конечно, я вам советую сначала проверить на аллергию. Не вызовет ли у вас аллергии. У меня не вызывает, поэтому мне нормально. Хотя у меня гипоаллергенная кожа. Ничего. Мне нормально. Чуть-чуть бывало, что пощипает, когда я просто делаю такую масочку, сок облепихи, витамин Е и масло. Вот я иногда так делаю. Чуть-чуть, но ничего. Я-то понимаю, что это нормальная реакция на кислоту. Это нормальная реакция. Нужно немножко мне потерпеть. Я вам хочу сказать, что косметологи всего мира отмечают облепиху как удивительное по эффективности средство воздействия на кожу. Оно приблизительно в 40 раз превосходит воздействие наиболее распространенных фруктов и овощей. Сейчас идет сезон облепихи. Покупайте, замораживайте, чтобы минимум 3 курса пройти зимой, чтобы ваша кожа не чувствовала себя обделенной. Ее нужно питать, и тогда вы будете хорошо выглядеть. И калины тоже. Это наши будут зимние маски также. Если для питания кожи необходимо всего 100 грамм облепихи, то, например, апельсиновой кожуры для питания кожи потребуется 300 грамм, а клубники 250 грамм. Вы представляете, берем вот либо 100 грамм облепихи для кожи нашей, либо 250 грамм клубники. Вот насколько облепиха круче. И самого витамина Е в облепихе в природном состоянии достаточно. Поэтому я никаким кипятком не обрабатываю. И я просто помыла, просушила все. Ну, конечно, на зиму мне придется заморозить. Уникальная ягода, непревзойденная ягода. Это моя помощница. И я занимаюсь косметикой всерьез. И поэтому про нее изучила все. А облепиховый сок – это же замечательное средство для борьбы с пористой кожей. И если вы смешаете приблизительно в одинаковых пропорциях сок облепихи и творог, вот что я сейчас сделаю, да, или сливки можно, даже кефирчиком можно, вы получите просто уникальное средство, способное придать ровный тон проблемной коже. Вы знаете, что облепиха, включенная в рацион питания, а у меня она всегда включена, удивительно и классно, благотворно влияет на состояние кожи лица женщин. То, что мы употребляем на кожу, то и вовнутрь. Все 10 дней у меня будет в рационе, вот с утра сегодня завтрак у меня был козий творог. Козий творог вот с такой овсяной мукой я смешала. Добавила туда свои приправки, ну вы знаете какая, значит, гамасио у меня была добавлена, паприка, все я сделала соленый творог и съела. Добавила туда несколько капель оливкового масла и это супер. Конечно, все будет на лице. Для идеальной кожи необходимо не только наружное применение вот этой вот облепихи, но и внутреннее. Вот я хочу, чтобы вы оставались красивыми. Итак, точно столько же где-то десертную ложку я выдавливаю. Вот так, все просто. Раз и выдавила. Все, желтенькое, слегка желтенькое. Оп, все, весь сок ушел. Отлично. Еще, еще моя чесночница, помощница моя. Все, все, все для капельки выдавливаем. Ничего не оставляем. Я хочу, чтобы мой народ, мой народ был самый красивый народ. Я имею в виду народ нашей интернет-семьи. Потому что мы все дети божьи, царя-царей, принцессы. Ну, а значит, раз к такой чете мы с вами относимся, мы идеальные, мы уникумы. И пол десертной ложки или, ну да, пол десертной ложки меда. Мед будет вытягивать все нехорошее, что есть. Или что попало, скажем так. Ну-ка и запах. Ну, правда, масло ним свою коррекцию в запахе вносит. Но ничего, вот такая уникальная, я считаю, что это уникальная маска. Вы знаете, я сегодня читала к филиппийцам главу вторую, да, Библию. Уже в той части, где Новый Завет. Там есть к филиппийцам главу вторую. И там четвёртый стих сказано. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Я хочу, чтобы вы это увидели, потому что я знаю, что не все читают Библию, не все ещё купили. Не каждый ещё защищён. Сегодня я вам посылаю такое. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. И ещё хочу вам напомнить. Здесь же к филиппийцам, но только уже 12 стих, тоже глава вторая. Написано такие строчки. Со страхом и трепетом совершайте своё спасение. Совершайте своё спасение. Вы скажете, ой, сейчас делает она маску для лица. Да. Знаете, почему я совершаю своё спасение? Потому что я могла бы сделать маску для лица, ходить красивой, такой невероятной. И тихо себе молчать. Есть у меня знакомые такие. Тихо себе молчат. Зная, что рядом подруга мучается, избыток у неё, избыток жидкости. Знает, как вывести эту жидкость и никогда не скажет. Есть такие. Вот для таких, именно для таких людей я говорю, что в Библии и об этом позаботилась. И дала такие строги нам. Господь дал нам такие строги. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Почему? Потому что со страхом и трепетом совершайте своё спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Всё делайте без ропота и сомнения. То есть не надо что-то делать и роптать, жаловаться. Вообще ропот удалите из своей жизни, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращённого рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Так вот я хочу, чтобы мои девчонки все сияли, как светило мира. Когда мы идём, на нас головы должны все оборачивать, потому что идёт дочь царя-царей. Я вас всех люблю. Целую. Будьте красивы, благословенны. И заботитесь друг о друге.